всем привет и зверят сейчас вам покажу какая у нас сегодня шикарная погодка и продолжу свой сюжет вот такие подсолнухи уже вымахали дождь 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 уже вторую неделю идут дожди поворот практически не выйти ну ладно сегодня видно меня не видно сейчас я пройду секундочку ой свет выключил зря ну что дорогие мои наконец-то финиш финиш наступил около двух дней назад я закончил строительство курятника и я думал я буду безумно рад узнаете я никакого восторга вообще не испытал не знаю с чем это связано потому что может быть очень долго все это дело делалось и примерно я так прикину предположительно около двух месяцев я строил курятник сейчас хочу показать что из этого получилось в принципе вы уже все это видели вот финиш значит такие кормушечки давайте пройду вот такие кормушки единственное что какие я хочу сделать на будущее ну или вообще советы хочу вам дать вот эта кормушка она у меня это это расстояние 20 внизу 10 и сбоку 10 я делал немножко под наклоном как вы видите вот видите наклончик небольшой чтобы им удобнее было кушать вот эту переднюю стенку можно сделать сантиметров 15 остальное я в принципе все рассказывал вот там видите под наклоном нужно делать поликарбонат я положил поликарбонат ну не знаю будет надежно не на должен не надежно сколько продержится не знаю здесь у меня вытяжка обязательно обязательно нужно такую ленту от мух каждый раз ну там где-то раз в неделю раз в две недели у меня что залита вытяжка у меня всегда включена слышно наверно как она шумит температура стабильно около 19-20 градусов хотя на улице сегодня не жарко сеточки вот я вверху кстати вот смотрите имейте ввиду что когда вы покупаете сетку ширина сетки 90 сантиметров и разделив ее напополам вот это расстояние получается 45 то есть даже на 45 там она посередине не режется то есть одна петя вот шуку река точно 143 другая 48 получается имейте ввиду если у вас примерно такое же расстояние ширина такая же будет входного ну здесь вот отверстие то нужно примерно так рассчитывать потому что вы смотрите с левой стороны у меня петя кукарик пытается получилось вот четко да а здесь пришлось дополнительные крючки делать кушку ну никак по-другому не закрепить значит что у нас здесь получается здесь между семья 6 курочек петух мясные мини мясные здесь семья 6 курочек петух здесь у нас я точно не разобрался ну здесь в основном по ходу дела петухи мини мясные здесь внизу по большей части курочки мы пытались сюда посадить петушка но они начали гонять конкретно посадили двух тоже ничего хорошего из этого не вышло пока решили обратно отсадить а курочек снизу брали вот сюда век сидим они тоже гоняли все в голосе подает здесь у нас значит семья внизу это камни горит айланд или яичная порода из генофонда семья 6 курочек и петух здесь тоже семья здесь в основном у нас петушки тоже надо разбираться будет и внизу там тоже сборка петухов мы будем убирать частично частично будем убирать и потом уже наобоим рассазать потому что я допустил ошибку но у меня не было других вариантов я допустил ошибку хоть они были через перегородку у меня но если я тех же местных беру снизу сижу вверх они начинают их гонять я не понимаю как так они разбираются но война начинается война и наоборот если сделал ну что еще с понюхами я пока оставлю такой вариант разные бутылочки положить здесь вот такая выезд здесь у подлиннее на воскресенье на такие были у меня не у меня пальцы вот вот такие буду менять посмотрим в принципе не сказать что они много проливают но здесь кажется что пролито на самом деле фух ну проливают но не все вот в основном вот эти вот у меня вредные и они конечно много 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 проливают ну посмотрим а вот эти видят вот видите сверху я сейчас иду вот они напроливаем сыр да сыр вредничаю кто у нас вредничает тут а? ты? Петя? повезло же тебе это? повезло а ну и в конце у меня вот видите там жердочки я везел жердочки здесь я как вам и говорил сделал нащельники между бревнами чтобы мох не щипали и здесь тоже справа все переделал ну вот я не знаю если у вас какие-то возникли вопросы доходчиво я объяснил неудобно стоять это не доходчиво вот такой в итоге у меня получился курятник я надеюсь что может быть кому-то пригодится эта информация потому что когда я начинал делать я в интернете ну ничего такого не нашел какие-то были чертежи ну что эти чертежи это одно а когда вы видите это как живую наглядную это абсолютно другое на будущее я конечно понимаю как мне лучше делать какие я допустил ошибки ну и надеюсь эта информация опять повторюсь вам пригодится всем спасибо за внимание удачи пока пока пока